Добрый день, подписчики и гости канала Завода Ангстрем. В этом ролике мы расскажем и покажем, как эксплуатировать комплект поисковый нашего производства. Мы будем использовать КП-500К. Все методы работы, которые вы увидите в этом ролике, можно также использовать, пользуясь комплектами поисковыми КП-250К или КП-100К. Напомню, что наши поисковые комплекты предназначены для топографического поиска мест повреждений подземных силовых кабелей, определения глубины их залегания, обследования местности поиска трассы коммуникаций и выбора кабелей из пучка. Перед тем, как начать искать повреждения, давайте посмотрим, что входит в состав комплекта поискового. Состав комплекта поискового. Генератор поисковый ГП-500К мощностью 500 Вт или генератор ГП-250К мощностью 250 Вт или генератор ГП-100К мощностью 100 Вт. Универсальный поисковый приемник ПП-500К. Магнитная антенна МА-500К для индукционного метода поиска. Акустический датчик АД-500К, соответственно, для акустического метода поиска. Устройство потенциальное АР-500К для потенциального поиска. Оно входит в дополнительную комплектацию. Головные телефоны ТФ-500К, их использователи обычно называют просто наушниками. И накладная рамка НР-100 для выбора кабеля из пучка. Назначение приемника поискового ПП-500К. Приемник поисковый ПП-500К предназначен для обследования местности, трассировки и локализации мест, повреждений подземных кабельных линий и других токопроводящих коммуникаций. Например, трубопроводов. С его помощью находит повреждения всех видов, в том числе и повреждения оболочки. Также приемник ПП-500К может использоваться для определения глубины залегания токопроводящих коммуникаций, а совместно с накладной рамкой НР-100 для выбора кабеля из пучка. Приемник поисковый ПП-500К совместно с генератором поисковым ГП-500К, то есть в составе комплекта поискового КП-500К, обеспечивает работу кабельным линиям протяженностью до 50 км и глубиной залегания до 12 метров. При работе с генератором ГП-250К эти значения будут равны 30 км и 10 метрам соответственно, а при работе с генератором ГП-100К в составе 20 км и 8 метров. Точность определения места повреждения достигает 10 сантиметров. Методы работы приемника поискового ПП-500К. Приемник поисковый позволяет работать с кабельными линиями с любым типом изоляции одним из четырех методов. Индукционный, акустический, акустикоиндукционный и потенциальным методом. Напомню суть каждого из них. Индукционный метод. Ток, выдаваемый в кабельную линию генератором поисковым ГП-500К, создает вокруг коммуникации магнитное поле. Оно обнаруживается с помощью магнитной антенны МА-500К поискового приемника ПП-500К. Уровень сигнала служит информативным параметром поиска. Пространственное положение локальных максимумов и минимумов сигнала относительно коммуникации позволяет определить ее трассу и глубину залегания. Применение данного метода дает возможность определить расположение муфт, экранизирующих перекрытий и мест повреждений кабельной линии. Акустический метод реализуется совместно с генератором ударных волн или, как его называют, генератором одиночных высоковольтных электрических импульсов. Как правило, этот прибор имеет довольно большой вес, поэтому обычно он находится в составе электролабораторий. При работе акустическим методом информативным сигналом является уровень кратковременного звукового сигнала, или, проще говоря, щелчка или удара, который возникает одновременно с электрическим искровым или дуговым разрядом в месте повреждения кабеля в момент подачи на него высоковольтного импульса электрического напряжения. Для приема сигнала используется высокочувствительный акустический датчик АД-500, преобразующий звуковой сигнал в электрический. Акустика-индукционный метод В некоторых случаях акустический сигнал оказывается слаб и имеет размытую характеристику без четкого максимума. Из-за этого снижается точность определения места повреждения кабеля акустическим методом. Однако сочетание акустического метода с индукционным позволяет решить эту проблему. При работе акустика-индукционным методом для приема акустического сигнала используется акустический датчик АД-500К, а для фиксации магнитного поля магнитная антенна, встроенная в корпус приемника ПП-500К. Магнитное поле, возникающее при разряде, улавливается антенной практически мгновенно. Скорость его распространения измеряется сотнями тысяч километров в секунду, а скорость распространения звука измеряется сотнями метров в секунду. Поэтому акустический сигнал запаздывает по сравнению с появлением магнитного поля в месте нахождения оператора. Принимая оба сигнала и измеряя время задержки звука относительно момента возникновения магнитного поля, приемник оценивает расстояние до повреждения. При приближении к месту повреждения задержка акустического сигнала станет уменьшаться, и непосредственно над ним будет минимальной. Потенциальный метод. Для реализации этого метода используется генератор поисковой GP500K и устройство потенциальное AR500, которое фиксирует разность потенциалов на поверхности грунта. Она создается токами, которые возникают вследствие утечки в месте повреждения изоляции, где образуется гальваническая связь с грунтом. Величина измеренного напряжения и характер ее изменения вдоль коммуникации являются информативными параметрами для локализации места повреждения с помощью приемника. Подключение аксессуаров к приемнику. Для подключения к приемнику магнитной антенны акустического датчика или устройства потенциального предусмотрен один многофункциональный разъем справа. Для подключения головных телефонов сделан разъем слева. Приемник автоматически распознает, какой датчик к нему подключен и включает соответствующий режим работы. Например, сейчас я подключаю магнитную антенну и вижу, что отображаются только режимы работы индукционным методом. Если в процессе работы потребуется заменить один датчик на другой, то выключать приемник не нужно. Я отключаю от приемника магнитную антенну и подключаю акустический датчик. Приемник автоматически изменил режим работы. Если к приемнику не подключен какой-либо датчик, то будут доступны все режимы работы. Вот индукционный, акустический и потенциальный. Настройка приемника ПП-500К функции правого и левого энкодеров. Управление работой и настройка приемника поискового ПП-500К осуществляется при помощи двух энкодеров. Энкодеры – это две круглые черные ручки справа и слева от экрана приемника. Их можно вращать и нажимать. Включается приемник кратковременным нажатием на правый энкодер. На экране появляется служебная информация. Затем на экране мы видим уровень заряда батареи, значок включения и выключения сигнала в головных наушниках, выбранный рабочий канал, шкала уровня входного сигнала, шкала уровня усиления и уровень выходного сигнала в телефонах. Регулируется уровень сигнала в головных наушниках вращением правого энкодера. А уровень усиления – вращением левого энкодера. Рядом со шкалой усиления есть его значение в децибелах. Чтобы открыть меню и начать настройку дисплея, я нажимаю на правый энкодер и одновременно поворачиваю его по часовой стрелке. Вся работа в этом меню осуществляется с помощью этого же правого энкодера. Для выбора нужного пункта поворачиваю его по часовой стрелке или против нее. А затем нажимаю. Например, я хочу настроить контраст. Выбираю нужный пункт меню, нажимаю на правую ручку и подсвечивается значение контрастности. Вращением меняю значение и выбираю оптимальное. Нажимаю на правый энкодер, сохраняю настройку. Дальше настраиваю подсветку. Сейчас установлено значение 20%. Это значение от максимально возможного уровня подсветки экрана. Также меняю и выбираю комфортный для себя уровень подсветки. Для работы в холодную погоду предусмотрен подогрев дисплея приемника. Сейчас устройство показывает, что внутри приемника температура 18 градусов Цельсия. И выбран автоматический режим включения подогрева. При этом режиме подогрев не включится. Автоподогрев начнет работать, когда температура внутри приемника опустится до плюс 5 градусов. Меняю автоматический режим, выбираю значение подогрева, например, 40%. На экране появляется символ включения подогрева дисплея. Если выйти из меню настроек дисплея, то этот символ будет отображаться на основном экране. Функция правого энкодера теперь понятна. Для чего же предназначен левый энкодер? С его помощью выбирают и настраивают рабочий канал. На основном экране в левом верхнем углу отображается рабочий канал. Для смены каналов нажимаю на левый энкодер. Чтобы перейти к настройке параметров экрана, нажимаю на левый энкодер и одновременно поворачиваю его по часовой стрелке. Как проводить настройки каждого канала, мы покажем в других видео. Изменение уровня усиления. В процессе работы приходится менять уровень усиления приемника и громкость сигнала в головных телефонах. На основном экране усиление и громкость отображены в виде шкал. А рядом со шкалой усиление находится еще ее числовое значение в децибелах. Уровень усиления меняется вращением левого энкодера. А уровень громкости правого. Предварительно нажимаю на правый энкодер, чтобы включить передачу сигнала в головные телефоны. По центру экрана расположена шкала уровня входного сигнала. На ней отображается текущее значение входного сигнала в процентах от максимально допустимого. Уровень 100% отмечен вертикальной линией. Я начинаю увеличивать уровень усиления, и значение шкалы входного сигнала приближается к 100%. Приближение к 100% или превышение этого уровня сигнала свидетельствует об избыточном усилении. В таком случае оператор не сможет оценить действительный уровень сигнала. Поэтому нужно уменьшить уровень усиления левым энкодером. Хочу отметить, что шкалы входного сигнала отображаются на экране при работе во всех методах. Индукционный метод поиска. С помощью индукционного метода проводят трассировку кабельной линии, определяют глубину залегания кабеля и отыскивают места повреждений. Определение трассы кабельной линии проводят активным или пассивным методом. При работе активным методом сигнальный ток в кабеле, а соответственно и магнитное поле вокруг кабеля, создается подключенным к линии генератором ГП-500К. При работе пассивным методом ток и поле создаются протекающим по кабелю рабочим током промышленной частоты. Это может быть 50, 100, 300 Гц. Для работы пассивным методом предусмотрен один канал, для работы активными методами – три канала. Настройка приемника для работы пассивным методом. Нажатием на левый энкодер выбираю канал для работы пассивным методом. Он обозначается на экране числом 50. Захожу в меню настроек выбранного канала. Для этого нажимаю и в этом положении поворачиваю по часовой стрелке левый энкодер. Первая строка, которую пользователь видит в меню, называется режим ЧМ. Это режим частотной модуляции звукового сигнала. Он всегда выключен по умолчанию. В соответствии с базовыми настройками приемника, в телефонах воспроизводится фактическая частота входного сигнала с громкостью пропорциональной его уровню при восстановленном усилении. То есть, чем выше уровень входного сигнала, тем громче будет звук, который оператор слышит в головных телефонах. Режим ЧМ включают, когда основной режим принятия сигнала по каким-то причинам неудобен. Когда пользователь выбирает режим ЧМ, то при изменении уровня принимаемого сигнала изменяется тональность сигнала в телефонах, но не меняется громкость. Для лучшего понимания давайте послушаем, как оператор слышит сигнал в основном режиме и в режиме частотной модуляции. Разница между этими двумя сигналами заметна. Каждый пользователь сам определяет, какой выбрать. Вернемся к настройке приемника. Следующая строка меню – это выбор режима. Необходимо выбрать один из двух возможных вариантов. Основной режим – широкополосный. Режим гармоники позволяет настроить канал на высокоизбирательный прием частоты – кратной частоте 50 Гц. Этот режим удобен для работы на коммуникациях, в которых протекает ток с частотой кратной промышленной частоте 50 Гц. Например, для поиска кабеля, по которому протекает ток с частотой 300 Гц, я выбираю гармонику 6. Номер гармоники и коэффициент усиления, который отображается в меню, дублируются на основном экране. Чтобы перейти на основной экран, вращаю левый энкодер до пункта «Выход из меню» и нажимаю на энкодер. Теперь передо мной основной экран. Отмечу, что при работе в режиме гармоник входной сигнал любой частоты будет преобразован в наушниках в частоту 1000 Гц. Напротив, при работе в основном режиме оператор будет слышать в наушниках звук с той частотой, которую принимает приемник. Если частота входящего сигнала 50 Гц, то в наушниках оператор тоже будет слышать сигнал частотой 50 Гц. Поиск трассы кабельной линии. Проводить поиск трассы подземной кабельной линии можно с применением поискового генератора или без него. Первый вариант называется активным методом, а второй – пассивным. Для того, чтобы можно было провести трассировку кабеля пассивным методом, в кабеле должен протекать рабочий ток известной частоты. Примерное определение места прохождения трассы кабельной линии осуществляется методом максимума, а точно методом минимума. Метод максимума. Магнитное поле вокруг одиночного проводника можно представить в виде концентрических кругов, опоясывающих этот проводник. Наличие поля и характер его изменения контролируется при помощи приемника ПП-500К и магнитной антенны МА-500К. Индукционная катушка антенны имеет феромагнитный сердечник для концентрации магнитного поля. Если ось поисковой катушки расположить параллельно поверхности земли, непосредственно над кабелем, перпендикулярно ему, то в катушке наведется электрический сигнал максимальной амплитуды. При смещении катушки в сторону амплитуда сигнала будет плавно уменьшаться. При этом уровень сигнала отображается на экране приемника ПП-500К и слышен в наушниках. Для большей наглядности этого ролика мы заранее отметили трассу кабеля, чтобы вы могли увидеть, как будет меняться сигнал в зависимости от расстояния антенны до нее. Так как измерение сигнала при работе методом максимума происходит плавно, и бывает сложно зафиксировать измененную ту точку, в которой сигнал самый сильный, то место прохождения кабельной линии уточняется при помощи метода минимума. Метод минимума. Чтобы применить метод минимума, я переворачиваю катушку магнитной антенны вертикально. Таким образом, ось катушки будет перпендикулярной линиям поля, когда будет точно над кабельной линией. И будет наблюдаться минимум сигнала, как показано на графике. При смещении катушки в сторону амплитуда сигнала сначала резко увеличивается, а потом плавно уменьшится. Это можно отчетливо проследить по данным на экране приемника и по сигналу в головных телефонах.